Привет, друзья! Для своих нужд я использую различные мультиметры. Это вот такой Мастек 838, да, вот такой малыш, ну, в принципе, всем вам знакомый. И вот такие вот токовые клещи, тоже с функцией мультиметра, да, довольно-таки интересные штуковины. Но ими я больше пользуюсь, так скажем, в своих рабочих моментах. И нужен был мне какой-то аналогичный малыш, чтобы я мог его таскать с собой куда-то там, в гараж, может быть, бросить там где-то дома, чтобы просто под рукой вот валялся, быстренько проверить напряжение где-то, что-то прозвонить, такое, что-то непринципиально критичное, но чтобы он был небольшой и не особо было его жалко. Вот такой 838 я, в принципе, рассматривал, но не стал его приобретать, захотелось чего-то другого. И решил я себе заказать вот такой вот мультиметр маленький на сайте GearBest, ссылочка на него будет, как обычно, под видео в описании, сможете перейти и посмотреть. Вот такой коробочкой вот он подставляется, здесь у нас идет мануальчик, мануальчик у нас весь на английском, но, в принципе, и он даже нам особо не нужен, здесь все довольно-таки просто. Вот таким вот образом он выглядит, называется Хайлик, какой-то Хайлик МС-8232. Так, у нас тут дальше защитная пленочка, и вот, какие молодцы. Вот, что из особенностей? Ну, во-первых, он поменьше того же Мастека 838, видите, да, разница какая. Но у него есть также свои нюансы. Ну, еще он, кстати, имеет вот такую вот броню, то есть кожух силиконовый, ну, довольно-таки прикольно. И из нюансов у него то, что у него щупы несъемные. То есть отсюда их не вытащишь, но, в принципе, это может быть даже неплохо, потому что щупы бывает то, что соскакивают-выскакивают. Ну, не считаю, что это нюансово, не считаю это минусом, я считаю это, ну, таким нюансом. Пускай будут, зато они не потеряются. Вот. Вот, он по габаритам поменьше у нас немножко, а по функционалу он ненамного-то и уступает. Вот. Ну, это сейчас мы с вами еще и разберемся. У него, кстати, также есть еще даже и фонарик, и вот такой вот датчик скрытой проводки. То есть можем искать проводку в стене, он нам будет сигнализировать, где она находится. С этим же мультиметром такого сделать было нельзя. То есть вот такой вот малыш для решения каких-то простых бытовых повседневных задач. Что из явных отличий между двумя этими мультиметрами, так то, что 838 может мерить ток до 10 ампер. Ну, у него, естественно, отдельное гнездо даже для этого есть, для повышенных токов. А данный мультиметр меряет только максимум 200 миллиампер. Это даже написано, что максимальное. То есть большие токи им не померить. Миллиамперы, конечно же, но опять же до 200, ну, это, конечно, мало. Но, опять же, приобретался он все-таки для других целей. Что касается по вольтажу, мерит он до 600 вольт, как по стоянку, так и переменку. Ток также 200 миллиампер. Есть у него прозвонка, фонарик и детектор скрытой проводки. Ну, давайте сейчас всем этим еще и разберемся. Так, батареечки, я так понимаю, находятся у нас сзади. Но здесь их, видимо, у нас и нету. То есть они здесь не установлены. Сейчас мы их с вами быстренько поставим. Я так понимаю, здесь, наверное, используются мизинчиковые батареечки. И давайте посмотрим. Да, так оно и есть. О, кстати, здесь у нас под винтик вот такая вот латунная, я понимаю, вставочка идет. То есть нашим винтиком, если мы будем менять батареечки, мы не повредим ее резьбу. То есть это очень хорошо, крышечка у нас не будет слетать. Так, что касается аккумуляторов, ну, батареек вставлять здесь надо их по разметке. Контакты, потому что одинаковые, можно легко перепутать. Итак, да, устройство включилось. Ну что, собираем и тестируем. Итак, поигрался я немножко с данным мультиметром. И забегая немного вперед, могу сказать, что мультиметр мне реально понравился. Так, ну давайте начнем с щупов. Что касается щупов, щупы довольно-таки интересные. Серая вот эта вставка, это что-то между пластиком и резиной. То есть вот даже видите, что материал эластичный, но при этом очень похож на пластик. Черная и красная вставочка, это у нас идет обычный пластик. На щупах у нас имеются вот такие вот защитные колпачки, то есть которые легко снимаются. Что касается длины щупов, ну, и проводов щупов, то это составляет порядка 0,8 метра. То есть почти метр, без малого. И что касается сопротивления данных щупов. И давайте посмотрим. Выставляем на замерение сопротивление. И смотрим. Так, я думаю, вот так вот вам видно будет. Соединяем контакты. И что мы видим? Порядка 1 Ом. Ну, вот даже 0,7-0,8. Ну, этот контакт просто плохой. 0,7-0,8 вы видели, да? Вот даже 0,3-0,2. Ну, это... 1,2. Ну, смотря как поставить. Ну, грубо говоря, около 1 Ом. Что касается вот этого 838-го, здесь у меня стоят провода силиконовые, которые я заказывал в Китае. Вот здесь вот будет буковка И. Сможете перейти посмотреть. Там я показывал, рассказывал, как менял я провода на щупах для того, чтобы уменьшить сопротивление. Потому что сопротивление было дикое на родных щупах. Ну, вот здесь тоже, видите, 0,9 Ома, 0,8, 0,7. То есть примерно такое же сопротивление. Не могу сказать, что это идеал, конечно. В идеале это 0, но это будет сверхпроводник. По крайней мере, это неплохой результат, потому что дешевые щупы могут выдавать там, чё-то не даже не до 10 Ом. Но это уже совсем будет беспредел. Так, ну и вот на Мастеке давайте тоже замерим сопротивление на щупах. Так, ну, давай. Здесь плохой контакт. Ну, добивался я тоже 1 Ома. 3,8, 4. Ну, это здесь, видимо, 3 Ома. Ну, добивался я 1 Ома, но в любом случае даже на Мастеке и то выше сопротивление, нежели чем на этом Хейлике каком-то. То есть щупы здесь хорошие и, в принципе, работать ими удобно. Провода, ну, не могу сказать, что они супер эластичные, но они не дубовые. То есть сейчас пока что они форму держат, со временем они распрямятся. То есть обычные нормальные щупы, нормальные провода. Так, ну и давайте пробежимся по функционалу. Во-первых, вы здесь видите вот такую крутилку и 3 кнопочки. Наверху у нас светодиодный фонарик и сенсор для определения скрытой проводки. В положении OFF у нас, естественно, он выключен. И мы выбираем режимы. Замеряем миллиамперы, микроамперы. Это у нас и постоянка, и переменка. Сюда мы выставляем это у нас напряжение, как постоянка, так и переменка. И следующее положение это у нас прозвонка. Звуковая прозвонка, прозвонка диодов и режим измерения сопротивления. В принципе, в котором мы сейчас с вами и измеряли. Что касается кнопочек. Ну, кнопочка HOLD это удержание. То есть, меряем какие-то напряжения, сопротивления и нажимаем HOLD. Он фиксирует нам, чтобы мы могли это значение сохранить, записать. Это просто удержание значения, которое отображается на экране. Средняя кнопочка это у нас фонарик и подсветка. То есть, фонарик у нас выключен, подсветка у нас тоже не горит. Нажимаем и держим эту кнопочку буквально 2 секунды. Загорается фонарик и также у нас там загорается подсветка. Но сейчас вам там, наверное, не видно. Такая она синенькая, еле-еле заметная. То есть, в кромешной темноте читаемо будет нормально. Ну и выключается таким же образом. То есть, зажимаем, держим, фонарик гаснет. Вот. И кнопочка FUNCTION. То есть, здесь мы выбираем режим. То есть, например, если мы поставили в крайнее правое положение наш бегунок. И нам нужно выбрать... Ну, во-первых, он стоит в режиме авто. Он может, я так понимаю... Ничего он не может. Нужно выбирать. То есть, кнопочкой FUNCTION мы выбираем режим. Первое это у нас прозвонка диодов. Далее у нас идет звуковая прозвонка. То есть, на обрыв цепи. И далее опять авто. То есть, в авторежиме у нас будет мерить сопротивление. Ну да, вот он показывает нам сопротивление. Так. Что касается по вольтажу. Вольтаж выставляем. Также выбираем DC или AC. То есть, AC переменное напряжение. DC постоянное напряжение. И, соответственно, также у нас с миллиамперами. То есть, с током DC либо AC. Ничего сложного. Всего два положения практически в каждом режиме. Ну, единственное, вот в прозвонке здесь их у нас получается три. Если считать еще автоматически. То есть, в принципе, все. Вот такое вот элементарное устройство. Опять же, повторюсь, брал его для того, чтобы был, так скажем, карманный такой вот измеритель, которым можно померить основные какие-то функции. То есть, напряжение, сопротивление, прозвонить. Самое частое прозвонить. Так, ну и давайте что-нибудь померяем. Ну, давайте вот напряжение аккумулятора. Аккумулятор ПКЦЛ. 1,2 вольта номинал. Ну, давайте ставим у нас напряжение. По умолчанию ничего не нажимаем. В автоматическом режиме. И меряем. Оп. 1,247. Ну, 1,25 вольта, да? Ну, и давайте сравним с показаниями других мультиметров. 1,25 было. Меряем на 838. 1,23. Понятно. Зафиксировали. И давайте вот на этом мастеке. Меряем. И смотрим. 1,245. То есть, в принципе, вот этому мастеку я доверяю больше, потому что моделька посолидней. И она показывает один в один значение с новым хейликом. И, кстати, смотрите, что у хейлика получается интересное. У него сегментов на дисплее больше. То есть, при замере напряжения на нем мы видим значение до тысячных. И это, конечно же, более точные показатели, нежели на его, так скажем, старших модельках, которые здесь представлены. Но, в любом случае, это плюс копилку данного мультиметра. Также давайте сопротивление померяем. Есть у меня резистор на 10 кОм. Итак, замеряем показания и смотрим. 9,83 кОм. Запомнили. Давайте вот этот мастек. 9,83. То есть, этот хейлик идет нога в ногу с этим мастеком. Так, ну и давайте на вот этом мастеке 838-ом также выставляем сопротивление до 20 кОм. И смотрим на его показания, что он нам выдаст. 9,84, 83 было, 84 стало. Ну, а вот, 9,83. То есть, в принципе, получается, могу сделать вывод, что хейлик вот этот мультиметр работает на ура. Как вы видите, буквально с этим мастеком, с 2108-ом идет нога в ногу. И это, конечно же, очень-очень хорошо. Так, ну давайте, я не знаю, попробуем высокие напряжения. Давайте попробуем 220 в сети. Что он нам выдаст. Так, здесь выбираем переменку. И, нарушая все мыслимые и немыслимые законы техники безопасности, лезем в розетку. Итак, смотрим. 220, 221 вольт. Ну, 222, она, короче, немножечко пляшет. Ну, это естественно. Так, берем наш мастер 2108А. Переменное напряжение. Смотрим, что нам выдаст он. 221, 220, 221, практически 222. То есть, здесь значения примерно такие же. Так, ну и давайте на этом еще раз прогоним. Так, ставим 600. И смотрим, что у нас будет здесь. Оп. 222, 223. Примерно все те же самые значения. То есть, данный мультиметр, если честно, я от него не ожидал. Будет такой чисто, как зажигалка, чтобы валялся в кармане. Где-то что-то просто прозвонить, померить. Да нет, у него, смотрите, какая точность получается. Это, конечно, не эталонные мои измерители. Но, в любом случае, если они все три показывают одно и то же, то могу сделать вывод, что данный мультиметр показывает правильно, как и все остальные. Так, ну и давайте теперь попробуем детектор скрытой проводки. Итак, смотрим, как он работает. Он работает, у нас просто идет световая индикация. Ну вот, например, у меня есть кабель, который запитан. И вот, смотрите, подносим. И он загорается, индикатор. Относим, гаснет. То есть, ну, примерно на трех сантиметрах через изоляцию. Вот таким вот образом он работает. И работает индикатор в любом положении. Главное, просто включить мультиметр. В любое, какое хотите, включайте. И он активируется. Он не зависит от режима, какой вы включили. Любое включили, и можно тестировать. Итак, давайте протестируем вот на этом выключателе. То есть, от него куда-то наверх идет провод. Куда мне неизвестно. И давайте, как раз таки, и проверим. Итак, подносим. Давайте вот снизу попробуем. Снизу у нас ничего нет. Сбоку у нас тоже ничего нет. Заходим над выключателем. И загорается у нас индикатор. Влево-право отходим. Он гаснет. И горит ровно, ну, примерно ровно над проводом. То есть, вот здесь у нас идет проводок. Вот он. Так, наверху. Где провод? Видимо, куда-то он уходит в другое место. То есть, здесь вот он еще есть. Берет, кстати, здесь бетонная перегородка. Берет он где-то с расстояния. Ну, ближе к выключателю берет аж сантиметров, наверное, трех. Так, а вот здесь повыше. Меньше сантиметра. Вот. Меньше сантиметра берет. Ну, видимо, провод куда-то там уходит в глубину. И, кстати, при... Это тундра включения, кнопочка включения освещения. При включенном свете индикации нету никакой. То есть, как бы мы ни крутили, индикации нету. Выключаем освещение. Индикация появляется. Вот таким вот образом работает данный мультиметр. Считаю, вполне отличнейшая, даже можно сказать, покупка. За сравнительно небольшие деньги с очень хорошим функционалом. Так что, друзья, данного малыша могу к приобретению смело рекомендовать. Неплохие технические характеристики за относительно невысокую стоимость. Напомню, ссылочка на него будет под видео в описании. Также ссылочки оставлю на различные другие инструменты, которые приобретал также в Китае. Все можете посмотреть, кому необходимо заказать. А на этом у меня, в принципе, все. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Китае! Добро пожаловать в Китае!